Блин, Тимыч, кисель топ. А можно еще? Можно еще, Тимыч? Вкусный. Я тебе говорю. Ты угораешь, там вот томатный сок. Вы что, гоните, что ли? А правда, что в самолете там томатный сок по-другому вкус? Вкус? Да, когда ты... Вкус томатного сока? Да, когда в самолете. Это бред. Я не понимаю, что это с вами. Томатный сок вообще не рекомендуют пить в самолете. Он жидкость задерживает, которая скапливается у тебя как раз в ногах. И ты вот с такими этими валенками выходишь. Знаешь, что такое валенки? Валенки знаешь, что такое? Нет. Мунбут. А, мунбут. Только русские. Кто смотрит, болеет за Сашу Хмелевского, пожалуйста, если у вас есть возможность, подарите ему валенки. Настоящие русско-башкирские валенки. Это в зима ходить? Да, Саня. В зима. Прям входишь в зиму в них. Знаешь, какие удобные? Ты что? Удобные? К Владе у нас проходили некоторые собрания. Мы могли, там, на собрании сначала было по пятеркам. Ты помнишь это? Раньше по пятеркам собирали. И потом общее собрание. То есть по пятеркам ты мог сидеть полтора часа на собрании. А раньше же это не вырезали видео? Да. Сидели, мотали. У нас тоже было такого, да. Верни-ка, ты обратно. Вот у нас такая история была. Вот представь, что стоит тренер, там это. Дальше. Такой мотает. Дальше. Еще Петр Ильич, он же, у него командный голос. Дальше. Стой. И там внизу экрана, вот в уголке, чья-то голова проезжает. Я не знаю. А, он на перемотке это увидел. Прикинь, он стоит. На перемотке, бах, чья-то голова проехала. Представь, это вот, там миллисекунды. Стоп. Вот этим своим командным голосом. Там вся команда уже на этих стульях. А там стулья плюс-минус вот такие же вот стояли. И можно было как-то, передние ряды ты никак не спрячешься, а на заднем вот так вот загнулся, чтобы только не тебя сказали. Кто это? Нет, не кто это. Че за хуй? Я помню этот Макс Семенов там проехал. Получилось так, что он на смену, кто-то выскакивает, и атака там 2-1, гол забивая. Ты че, сучонок молодой, он... Все такие, бах... Слушай, ну вообще, на самом деле, я как вспомнил вот эти вот собрания, реально, ты думаешь, чтобы тебе назвали, блин, лишь бы не тебе, бах... В Америке не так? Ну, есть такие тренировки тоже. У нас было, да, мы по три часов сидели, там, он мотал, 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 и говорит тебе, ну да, че за хуй, типа. Не, ну, я считаю, что это для того времени, это круто, наверное, и правильно. Потому что мы, ну, как молодые пацаны, колоссальный опыт получали. А еще история. Что-то я игру плохо сыграл, опять же, вот так вот все спускаются на это общее собрание, и он такой у второго тренера спрашивает, а этот че? Голосом тут, а этот че, сучонок? Тот такой кивнул. Как быстро мы в сучат превращаемся. Сейчас мы без Тимыча будем смотреть видео и комментировать его. Я не знаю, что за херню там. Так, смотрим все видео. Так, хоккей, хоккей показывают. Так, это какие, 90-е? Нет, КХЛ. Ой! Слушай, это хайлайт. Есть такая фраза. Саша ее говорит вот так, Хмелевский. Там Попе вот так. А там просто разорвали... Загул, получается, да? Попа просто отлетела куда-то в сторону. Я, во-первых, хочу спросить, что там защитник делал? Да, защитник капец. Да тут не защитник. Он боялся, что там Тимыч, во-первых. Ты можешь посмотреть? Еще раз, смотри. Посмотри вот на красного хоккеиста в красной майке, что он сделал. Сын, ну вы прям Тимычу прям все рассказали практически. Ну, блин, я уже догадался. Вообще, просто красная майка. Тимыч, что там Тимыч не бежит. Давай тогда мы опять вот плавно зайдем к тебе. Ты понял, про какой момент разговор идет? У меня таких моментов много. Все, раунд, поехали. Все, расходимся. Съемочная группа, нахер камеры убирайте. Слетело, брат. Ну, слетело. Ты знаешь, что там было? Это Жига был. Защитник в красной майке. Это что, типа, ну тогда все понятно, что ты его так обыграл? Да нет, тогда непонятно. Оворотчик кто был? Я его хорошо... Нет, ну это твоя какая-то заготовочка была? Или это... Слушай, на самом деле нифига не... Или это импровизация? Я на тренировках делал это. Ну, как бы так... Вот эти вот разворотики, да? Все дела, ну не искрою. Но когда вот в этом моменте, я вообще об этом не думал, я просто отключился, знаешь, как бы сделал на пофиге. Короче, Тимыч, есть предложение? Почаще отключаться? На следующую игру мы тебя отключаем. Ты скажи, где у тебя там на месте, может, рубильник где-то стоит? Ну, давай, попробуй. Классно. У меня сильный гол был. Жень, я... У меня был маленький, когда я тут видел гол. Думал, что за зверь? Вообще. И вообще, когда я смотрел на тебя в других командах, страшный человек-то. Ты вот еще из подвизора так выглядываешь, у тебя вот такие... Чтобы со мной в важной команде играть, да? Ты смотришь, думаешь, лучше с этими парнями связываться. А потом, когда познакомился, дом души человек. Слушай, а вы видели, как я судью ударил? На игре или просто? В Питере играл, короче. И мы играли с Динавой Минском. Вот. Ну, это вообще просто... Вот, прикинь, заварушка начинается на пятаке. Угу. Вот. И у Динавы Минска черный шлема. И у судей черный шлема. Ага, да. Я просто... Ну, как... Вот в борьбе не вижу вообще, что какие... То есть ты там тоже отключился? Вот это вот... Ну, в другую сторону. А вверх, в борьбе не вверх. Да, да. Ну, там и вниз, и вверх. Вот. И, короче, я думаю, блин, ну... И игрок Динава Минск, он вот так вот перед ним судья стоит, а он из-за судья меня вот сюда вот тыщет. Иностранец какой-то. Ну, я как бы, знаешь, махнул и просто смотрю. Я в последний момент уже, когда я раз это, смотрю судья, у меня рука прошла. Ну, я там его не сильно ударил там. Ну, как бы я... Потом с ним уже разговаривали. Он говорит, да нет, все нормально. Я говорю, слушай, ну я реально... Тебе это что-то записали, или... Мне три игры дали дискомпликации. Да, 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 с судьями достаточно жестко, да. Ну, я реально не специально. И вот это вот я не понял, почему. Ну, как бы, у них черные шлема и у судей черные. Я реально, ну, как бы, немножко перепутал. И с этой стороны, знаешь, он из-под судей так тычет мне в лицо. Как будто судья тебя тычет, да? Ты еще думаешь, какого хера ты мне тут тычешь? Судья-то хоть упал? Да нет, он там погладил его. Ну, я так это... Типа пощечина. Это, знаешь, было даже не удар, а как это... Как это в английском? Оплевуха. Когда крагу нюхай. Face wash. Оплевуха? Знаешь такое слово? Оплевуха. Оплевуха. Face wash. Это когда вот тебе, так, пощечина, плевуха, вот это вот. Мне тоже смешная история, только не про судью. Я был на месте суди. Ты еще судьей был? Да. Что, серьезно? Была драка. Полосатая? Да нет. Я говорю, у нас воронежская просто дарованность. Я бы тогда тебя ударил, но не случайно. Я разнимал драку. То есть пацаны дрались. А можешь паузу больше сделать? Я разнимал драку и такая... Я разнимал драку. И задавес. Кстати, Кузя, кто разнимает драки, тот больше всех получает. Да, да. Пацаны бьются, бьются. Я встал между ними вот так, только разнимая, и парень вот отсюда вот. Он прям заворачивал, понял? Такой хуй. И я ушел. Вот так слегка. Мутного, да? Свою? Вообще такого мутного. А ну дали дисквалификацию? Да нет, в раздевалке было. Тимыч, ну ты это помнишь. Это кому? Конечно помню. А вот мы с Тимычем стоим. 75-й был? Да, да, да. Подожди, кто первые два дрались? Первый дрался Емелин и, ну как? Саня Свитер. Свитер. Тогда он ему лицо сломал? Ну Леха тогда не хотел точно драться. А Свитер он был за Омска? Да. Тимыч, а ты видел? Чуть-чуть это, я не заметил, как мы с тобой упали или нет. А, ты меня оттаскивал. То есть момент, где ты меня вот держишь, вот ты меня повалил. Я думал, так, еще толкнул. Я такой, так, нельзя так делать. Вот. Вот теперь я тебе потом... Видишь, ты здоровый какой. Смотри. Смотри, смотри. Просто как с медведем с Тимычем. А то если ты сейчас не был. Вы видели, как Хабиб с медведем там борется? Вот примерно такая же история, только мы местами поменялись Хабибу. А ты за Хабибу? Я за Акбарсу. Ты неплохой. Слушай, а ты помнишь, как мы эту игру доиграли? Что-то там задницу вам расчехлили. 1-11. Да, там просто... Кто выиграл? Акбарс выиграл. Саню сразу удалили там до конца. Я вот 2 минут, 5 минут отсидел. Мы с тобой, по-моему, вместе там сидели. Да, мы с тобой отсидели, а потом, короче, я уже не вышел. Это серия плывов была. Мы зашли с 16-го места. И выбили Салават. Салават был на первом месте. Это запикаете, что Салават выбили? Не, ну это же история. Ты тогда Ягар играл? Да. Вот, а потом мы вышли на Акбарс. Пятая игра. Счет в серии 2-2. 15 секунд остается. 3-2. Выходит смена. Сбрасывание в чужую зону. В нашей зоне. Никулин забил гол. Никулин. Кто у вас на воротах стоял? Фомичев. Фомичев, да. И мы там уже... Серия приходит в овертайм. И в овертайме уже все. Там радости. И как раз в этот год мы, по-моему, первый раз чемпионами стали. Или вторыми. Да. Это вообще, на самом деле, культовый такой матч был. Я помню, смотрел. Слушай, там на самом деле классная была серия такая. Да, серия топ вообще была. И тогда я первый раз в плов играл там. Ну вот из этого видео я могу отметить Тимыча то, что когда-то вы упали, он не забывает работать по корпусу. То есть он навалился на тебя, и он вот движение вот такое. Чик-си тебя сюда вот. По ребрам. Да, молодец. А что он меня так схватил? У меня вот тут вот все висит этот. Ну а мне нужно было на него сверху наброситься. Потому что если бы я снизу что-то начал делать, он бы меня просто смял. Он и так, в принципе, потом выбрался. Не было такой вот мысли в треугольниковый раз? Кузя, я тогда UFC не смотрел. А в треугольник это как? Я вспоминаю время Лады, когда я в Ладе 2 играл. Мы приезжали как раз, знаете, в какой город? В Нефтекамск. Раньше же там была открытая арена. И перед тем, как выйти вот на эту площадку, где настоящий лед неискусственный, и трибуны вокруг как раз коробки, там люди стояли на снегу. То есть была трибуна, где просто на улице стоят остальные вот так вот на снегу. И, во-первых, чтобы выйти, Сань, тебе, наверное, такой метод неизвестен. Ты одеваешь, вот у тебя носки. Носки ты заворачиваешь в газету. Тогда еще все Спортэкспресс читали вот так вот. Раскрываешь ее. У тебя, мне кажется, ширины рук не хватало. Обхвата, чтобы всю эту газету раскрыть. Ты эту газету заворачиваешь, носок. Сверху носка ты одеваешь пакетик полиэтиленовый. И тогда уже ты вставляешь. Это чтобы ты понимал, чтобы у тебя ноги не замерзли. Чтобы ты потом вот так вот не вытащил ногу, а у тебя здесь пальцы синие. И по ним молоточком вот так нужно стучать, отбивать, налить. Ладно, это одна история. Дальше там в Нефтекамске всегда была взрослая команда, а у нас команда там плюс-минус молодые. И вот эти вот зрители, которые стояли на трибунах, ты просто мог сидеть вот так вот на смене. А в тебя просто снежок прилетает. Либо, а на удаление, там удаление вообще нельзя было садиться. Там никаких, никакого ограждения не было. Если садился на удаление, в тебя там харкали, плевали. Я не знаю, снежками тебя закидывали. То есть было такое прикольное время. Была тоже ситуация как раз кому-то, ну типа пошел нахуй. Там кто-то стоит, орет ему там, пошел нахуй. После игры, я помню, каких-то два авторитетных человека такие. Ждут. В дубленочках такие, где-то на уровне колен вполне возможно, что ниже. В этих, в кипарях. Просто заходит в раздел, так, кто там, кто-то у вас, кого послал. Но нам повезло, что за нас как бы тренер вступался, потому что там же такие слова вообще нельзя говорить. У нас в Мурманске, там же вообще капец какие морозы, плавно перетекли в Мурманск. И там, короче, вот на стадионе, и нам тренер всегда говорил, что не одевайте много носков под конек. То есть, у тебя наоборот, тонкий носок одевали и конек, чтобы в коньке было пространство воздуха, тогда ноги не замерзнут. Слушай, а вот это вот, очистить площадку, вы хоть раз видели вот такое вот, чтобы площадка была засыпана снегом по борт? Просто вот так вот, по борт. Это вообще, это капец, ребята, у нас вот тренер приходил, он там приходил в 8 утра, начинал очищать, да, потом ребята после школы там приходили к 2 часам, вот мы очищали ее, вот, и очищали до 6 часов вечера площадку. Это была разминка, заминка и тренировка. Потом он говорит, ну что, тренироваться будем? Ну, наверное, уже пойдем домой и уроки делать. На следующий день приходишь, такая же история. На следующий день приходишь, а опять по борту. Тогда замбони не было. Да, замбони не было, а заливали лед вот этим, тряпкой. Тряпкой заливали, да, по кругу гоняли, со шлангом. Вся команда встает в этот, ну, через несколько метров, вот с этим шлангом. Мы прямо олдскун сейчас вспоминаем. Слушай, ну мне там нравился лед. Да, лед топовый. На морозе, вот это, когда он, ты на него встаешь, он начинает так хрустеть. Два звука самых таких вот, эмоциональных. Это звук хрустящего льда и звук штанги. Штанги, да. Да, штанги. И желательно еще, чтобы штанги и ворота. Да, да, точно. Это просто. Редко бывает такое. В морсик, да, заходит, пацан? Вообще, слышишь? Пацаны, зато не на сухую сидим, а? Нет. Вот вы реально, знаешь, ну-ка получите. Спонсор нашего шоу. Кисель из черной смородины от Тимыча. Нет, это на столовке делают. А, еще лучше. От столовой Салавата Юлаева. Им привет, респект. Они и Тимыч там подкармливают. Подкармливают меня. Они говорят, ты самый большой в команде? Надо больше кушать. И вот они у меня все, там, то медик у меня дадут, там, то... Так ты столько энергии расходуешь, там, в большинстве садиться, ложиться, потом бежать еще, в пустые ворота втыкать ее. Просто. В большинстве. Ты видела? В большинстве, в меньшинстве, везде. Извини, перемен. Я против в большинстве ушел. Ты видел это? Расскажи ощущение. Я даже не знаю, что это такое. Что, что, что? Это выходить в большинстве. Ты видел против витязя, в большинстве я вышел? Да, 8-1 мы уже вели. Так. Там, получается... Не-не-не-не-не-не, подожди, ты сразу с момента начинаешь рассказать. Давай, что было до этого. Пауза. Ты сидишь на скамейке. И вот тут тренер над тобой. Да, я сижу на скамейке. Все время, ну, мозолю глаза, вот так специально тут рядом где-то сижу, чтобы мы это, выходили почаще. Взглядом встретился? Ты взглядом вот так встретился? Вот так вот, да? Вот. И там, получается, Пима вышел. Такими этими, знаешь, глазами, как у этого. Кошачьими. Так, укатаешь Шрека. Пожалуйста. И там, получается, Пима вышел. Вы вышли, вас сменили, Пима вышел. И Пима что-то наигрался. И там оставался еще секунд 30-40. И он говорит, ну, Николай Николаевич, готовится типа Кузя. Вот. Ну, я думаю, сейчас они разыграют. Нет, а когда он Кузя сказал тебе... Да, а нет. То есть он подразумевал то, что когда большинство закончится, и как бы я следующий иду, и меняется Пима. Прям тут же, когда он сказал, он не успел ничего как бы переиначить, чтобы они опять вышли. Пима идет на скамейку. Я даже не смотрел туда, я побыстрее туда на лед. Я приезжаю в центр, думаю, ну, сейчас подворотик встану спокойненько, чтобы мне пас не давали. Закрою просто так. И тут, получается, пус за ворота катит, башка в центр. Я такой думаю, ну, ладно, пойду я налево буду разыгрывать. И дросс мне диагональ отдает через три клюшки. Как тоже он... Как он умеет. Да, умеет в клюшку, рикошет, она вверх, в стекло, на меня уже бегут, и там я слышу такой... Дави, дави его! Активно, блядь. Так, и после этого вы побежали в свою зону, да? Нет, я иду к ней спокойненько башки в центр. Дорожил, да? Да, он там вылезает. Что-то опасный момент. Опасный момент? Он не пи... Он подсказывает. То есть ситуация называется вот так. Нет, тогда я погулял, на самом деле погулял шайбочкой, очень было качественно. Слушай, ты, конечно, такие слова говоришь, погулял с шайбочкой. Вот Воронеж формировал тебя, дальше толпар... Динамо. А, Динамо. Потом толпар, потом торос, и вот ты дорос до... Вот таких вот моментов, когда ты спокойно в большинстве можешь выходить и гулять с этой шайбой. Гулять. Давайте похлопаем, Кузя. Во-первых, всем большое спасибо за просмотр. Во-вторых, вам большое спасибо. Ждите следующие выпуски. В следующих выпусках надеемся, что будут новые гости. Кстати, предлагайте, кто, кого бы вы хотели видеть из наших гостей, пишите в комментариях, тут будут сидеть новые лица. Вполне возможно, что здесь кто-то окажется, кого мы и не ожидаем. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ